Судьба французских депутатов, китайский торнадо и горячая Санта-Барбара. Главные международные новости узнаем у Юлии Никлюсовой. Она присоединяется к нам в прямом эфире. Юля, тебе слово. Добрый день. Да, я собрала для вас все самое интересное. Во Франции сегодня решается судьба депутатских мандатов. Второй и заключительный тур досрочных параметских выборов стартовал. Ставки высоки, как никогда. Главная интрига удастся ли крайне правому национальному объединению получить абсолютное большинство. В первом туре партии Марин Липен разгромила партию соперников, в том числе и объединение Эммануэля Макрона. Победа историческая. Первые результаты будут известны уже сегодня в 20 часов по местному времени. Тогда и завершат работу все избирательные участки. Ситуация может быть непредсказуемой. Жители готовятся к новым беспорядкам. На улицах Парижа владельцы магазинов стали закрывать витрины щитами, чтобы защитить их от погромов. Тем временем водометы, конные полиции и костры. Так прошли ночные протесты в Тель-Авиве. Демонстранты традиционно требуют отставки от премьера Нетаньяху и сделки с Хамас по посвобождению заложников. Толпы людей собрались от дома правительства, выкрикивали лозунги и били в барабаны. Также недовольные перекрывали трассы и жгли покрышки прямо на главном шоссе. Полиция не церемонилась, действовала жестко. А Санта-Барбара охвачена огнем лесной пожары, пока не удается потушить. Уже выгорело 5000 гектаров земли, население эвакуирует. Последние дни в Калифорнии экстремальная жара. По некоторым данным температура там может побить мировой рекорд, превысив 54 градуса по Цельсию. Смертельный торнадо в Китае. Вихрь пронесся в провинции Шаньдун. Это на востоке Китая. Ураганный ветер мгновенно сносил здания и поднимал воздух машины и деревья. Жертвами стали 4 человека, еще 83 получили травмы. Людей заставили в больницу. Ущерб масштабный. По предварительным оценкам повреждено несколько тысяч зданий, сельскохозяйственных угодий и полсотни линий электропередач. Столкновение футбольных болельщиков в Берлине, где проходит Евро-2020. Четыре драка произошла после матча. Турецкие фанаты были крайне разочарованы итогами игры, которая надежала победу сборная Нидерландов. На кадрах видно, как болельщики яростно бросаются друг на друга. Пострадавших информации пока нет. Игра завершилась со счетом 2-1. Сборная Нидерландов впервые за 10 лет вышла в полуфинал чемпионата Европы. Это были мировые новости. Прощаюсь ненадолго.